Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 9 ноября, день Нестора. Поминают сразу несколько Несторов. Солунского, Летописца, Некнижного, Печорского, в дальних пещерах. Нечестивый царь Максимиан, придя в город Солун, стал хвастать своим силачом, который на потеху убивал христиан. Юноша Нестор, крепкий телом, красивый лицом, воспылал ревностью и вознамерился вступить в борьбу с этим силачом. Помолившись, Нестор схватил его, как птицу, и сбросил великана с высокого помоста на острые копья. Согласно народному календарю, в этот день реки и озера покрываются первым ледяным покровом. Наступают ощутимые морозы. Старину этот день называли обетами. Существовал обычай сегодня давать обещания за руки, которые надо было обязательно выполнить. Обычно такие обещания касались нравственной стороны жизни человека. Не сквернословить, наложить на себя пост, чаще подавать милостыню и так далее. Касались они и бытовой стороны, например, построить дом на следующий год, жениться, сделать какое-либо важное дело и так далее. Женщины сегодня ткали тонкие покрывала, чтобы пожертвовать их церкви на следующий день. Приметы. Если выполнить обещания, данное сегодня, жизненный негатив рассосется. Кстати, особенно серьезные обеты за руки давались во время сложных событий в жизни. Тяжелые болезни, голода, эпидемии, психийного бедства и тому подобное. Если сегодня во время представления актер примет в дар живые цветы, он скоро потеряет популярность. И если до нестара снег лег и держится мороз, то ясная и безоблачная погода – признак скорого и сильного похолодания. У нас сегодня в гостях по целебной кулинарии не просто гость, а чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка, наконец-таки, мира Мария Луцина. Добрый день, дорогие друзья. И сегодня я присутствую здесь с Геннадием Петровичем Малаховым для того, чтобы приготовить полезное блюдо. И сделаем полезное блюдо, Маша. А сначала давай узнаем, а вот когда ты начала заниматься, а почему тебя, так сказать, подвигло на это дело? Вот я в свое время, просто-напросто лет где-то в 15, вот понял, что-то неинтересное жить, вот чем-то надо таким заниматься. И это меня увлекло, поднять от тяжести, быть сильным. А тебе? Ну вот я, кстати, тоже все время искала себя, чем-то занималась. Сначала, ну меня всегда в спорт тянуло. Я сначала просто бегала, а потом, когда уже студенткой будучи, пошла в ближайший тренажерный зал. И мне понравилось. Ну а сколько ты начала заниматься, а сколько тебе было лет? Мне было 18 лет. 18 лет? 18. Значит, ты пошла в тренажерный зал, посмотрела, и тебе как-то понравилось. А что именно тебе понравилось, понимаешь? Иногда бывает, вот нравится мышечная радость, когда так раз напрягаешься. С другим там красивое тело, с третьим вот как-то здоровье, с четвертым еще что-то, с пятым медалем, в конце концов. Кстати, вот как раз свое тело-то я там и усовершенствовала. А что тебе не нравилось в своем теле? Вот многим, многим, в том числе и мне, помимо Лысины, мне не нравятся многие вещи. Да? А что тебе не нравилось? Я хотела похудеть, постройнеть. Ты хотела постройнеть? Да. Угу. А какой у тебя вес тогда был? Вот 18 лет, сколько ты весила? Ну, я 65 килограмм. 65 килограмм? Слушай, вот интересно, ты же бегала, а потом вот откуда этот вес, на какие дистанции ты бегала? Ну, я вот неправильно, я не следила за своим питанием. Ага, вот, не следила за своим питанием. И вроде бы какое-то тело было, как оно, вот где вес больше было? Или ты просто так покрупнее, 65 килограмм, это довольно-таки крупная уже девушка. Очень крупненькая была, да. Угу. Вот, и просто тренеры мне объяснили и питание, и тренировки, ну, так как я всегда насчет тренировок была очень усердная. Угу. Вот, за этим дело, да, за этим дело не встала. Вот, подкорректировала питание, и дело пошло. И после этого меня еще больше втягивало в этот спорт. Ну, меня вдохновляли как раз результаты в плане моей фигуры. Она совершенствовалась, мне это очень нравилось. А вот что, вот что, как бы сказать, вот совершенствовало пошло? Где ты увидела изменения, и что тебе понравилось там? Ну, появлялась, тонус появился. В мышцах. Я чувствовала, что у меня мышцы. То есть ты сильнее стала? И посильнее становилась, да. И как говорил товарищ Сталин, жить стало интереснее, да? Да. Когда жизненный тонус есть. И потом уже со временем все равно тянуло уже в зал. То есть если были перерывы, меня тянуло в зал, мышцы уже хотели тренироваться. Хорошо, вот тонус, а дальше, а внешне что тебя вдохновляло? Внешне это сброс веса. Сброс веса. Лишнего веса. То есть ты как скульптор так начала стучать, и фигурка так лишний мрамор падает. Она все религия, религия. Конечно, были и сбои. То есть когда я давала себе перерыв, вес опять приходил. Слушай, а вот посторонние люди, они же замечали, какие с тобой происходят изменения? Они как бы смотрели на тебя так, а Маша-то смотри, а была там, е-мое, на каблуках ходила. Сейчас там на шпильках или еще на чем-то. Или там в штанах, а теперь там смотри, юбочка покороче стала там еще. Конечно, замечали. Есть люди, которые поддерживают, а есть люди, которые, наоборот, осуждают. Чего они осуждают? Осуждают, видимо, может быть, по причине, что сами как бы не получается, вот нет силы воли. И может быть некая зависть, да. Либо, может быть, за мое здоровье беспокоились, потому что, в принципе, диета в жестких сидела. Вот, и родным, допустим, это не очень нравилось. Тринадцатая лунная сутка. Дело идет к полнолунию. Прилювная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и умоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу. Пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочный и свекольный. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилюваются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. 14 лунные сутки. Инергетика лунных суток постоянно возрастает и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!